Балаклавы, шапки, толстовки, снуды и другие необходимые в полевых условиях вещи шьет для российских бойцов подполковник полиции Наталья Аверченко. Днем на службе она борется с преступностью, а по вечерам дома вносит свой вклад в общее дело всей страны. Вечером приезжаешь домой, думаешь, господи, сил уже нету. Но потом где-то что-то щелкает и думаешь, нет, надо. Встаешь и начинаешь караить. Волонтерское движение «Шьем для наших» образовалось в конце сентября и сегодня объединило сотни неравнодушных россиян. Наталья узнала о проекте через социальные сети и не смогла остаться в стране. Это вот большой чат, сообщество такое «Шьем для наших», сообщество по всей России получается оно. Очень много городов туда входит, где женщины не только шьют, но и вяжут. То есть они «Шьем для наших», «Вяжем для наших», потому что все они наши. Средства на закупку ткани и другие необходимые материалы собирают своими силами внутри групп и через организации, готовые оказывать благотворительную помощь. Не зря говорят «тыл фронту», поэтому очень многие предприниматели, они откликнулись, они посчитали нужным, что на этом деньги не надо зарабатывать, а наоборот. И, соответственно, вот в Питере есть мужчина, он говорит, ну да, у меня маленькое производство, но я вот могу, вот получается, шнур, вот он отдает нам по рублю. Вещи шьют преимущественно из флиса. Материал теплый, а главное быстро сохнет, что немаловажно в боевых условиях. Производство получается практически безотходным. Из остатков шьют носки, а совсем маленькими обрезками набивают подушки для солдат. К благотворительному творчеству подключились мама Натальи и дочь. У мамы всегда идейный человек была, то есть интересные инициативы – это как бы ее конек был. Поэтому, когда в какой-то момент она сказала «я начинаю шить для наших», ну, мы с бабушкой абсолютно не удивились и только держали за нее кулачки. Ну, а потом уже и она нас тоже втянула, так сказать, в помощь. Готовое изделие Наталья аккуратно упаковывает, указывает размер и обязательно пишет слова благодарности и пожелания защитникам Отечества. А с недавних пор к посылкам с вещами прикладывает детские рисунки, которые малыши нарисовали для солдат. Дети их нарисовали, рисуночки, с самыми такими пожеланиями теплыми, потому что читаешь, прям слеза наворачивается, чего греха таить. Вот, и, ну, соответственно, тоже так же мы отправляем, потому что, ну, вот, ребята радуются. То есть, кто-то где-то у брони носит эти записки, письма, рисунки. На границе с Белогородской областью и линией боевых действий находится пункт по сбору вещей. Благотворительные грузы туда приходят со всей страны. Свои изделия для отправки вместе с другими мастерицами округа и соседних муниципалитетов собирает и Наталья. Вот, на следующей неделе у нас идет машина уже туда, и будем свозить в этот пункт, грубо говоря, все наши изделия, чтобы посмотреть объемы. Ну и как, хватит нам одной, двух, трех машин, а может быть и больше надо. Полина Толмачевов, Ирит Харидинов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...